Я, Барон Николай Николаевич, предприниматель из Саратова, занимаюсь грузовыми перевозками. Хочу обратиться о помощи к генпрокурору России Игорю Викторовичу Краснову и руководителю Следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину и попросить помощи в ситуации, в которую я попал. Я занимаюсь грузовыми перевозками. От времени мне пригоняли по заказу из Европы полприцепы и грузовики. Привозил их проверенный партнер Олег Баженов. Возимый товар он всегда оформлял вначале на себя, уплачивал все положенные сборы, а затем переоформил на меня их. В мае 2017 года Баженов пригнал мне по моему заказу из Польши два бывших в употреблении полприцепа. Но в тот раз он предложил мне сразу оформить груз на меня. Якобы у него накопились долги, приставы, арестовый счета и имущество. Поэтому мог арестовать и полприцепом. Тогда я не думал, что в его действиях есть подвох. Ведь он обещал, как всегда, урегулировать все вопросы с таможней оформлением платежей. Когда оказалось позже, Баженов вез не только полуприцепы, но и другой груз, шасси к грузовикам. Но для себя, для своей цели, все таможенные оформления шло через фирму «Волгаэкспертиза». Это таможенный брокер, посредник между бизнесом и саратовской таможней. Без его посредничества оформить груз очень и очень трудно. Соучредителем этой фирмы является торгово-промышленный палат Саратовской области, который возглавляет первый заместитель председателя облдома Алексей Антонов. Сам Антонов ранее был соучредителем «Волгаэкспертизы». А всеми делами в компании брокера заправляет его жена Ольга Антонова. В этой «Волгаэкспертизе» Баженов оформлял необходимые бумаги на мои полуприцепы и на шасси, причем на документах, составленных на шасси. Он, и это тоже выяснилось позже, подделал мою подпись. От моего имени он оплатил услуги по оформлению шасси и часть положенных таможенных сборов, которыми они облагаются. Однако заплатил их не полностью, оставался еще утилизационный сбор. Спустя год, осенью, зимой 2018 года, в ходе камеральной проверки, таможник выяснилось, что за завезенное шасси утилизационный сбор так и не выплачен. А так как весь груз оформлялся на меня, при посредничестве замечательной фирмы Антоновых, финансовые претензии таможенники предъявили именно мне. Сумма претензий с учетом пении составляет почти 6 миллионов. Я оказался поставлен на грани разорения и стал писать во все инстанции, отстаивать свою правоту в суде. Но все без результатов. Это несмотря на то, что я фактически оказался жертвой мошенничества. То, что я оказался жертвой недобросовестного бизнес-партнера, провернувшего свои делишки через фирму Антоновых, подтвердила, например, транспортная прокуратура. Она выявила целый ряд нарушений и установила, что таможенники не сделали ничего, чтобы посмотреть на мою ситуацию объективно. Вероятно, это было сделано для того, чтобы не бросить тень на фирму Антоновых, с которыми местная таможенница сотрудничает уже не один десяток лет. Я обращался и в полицию с заявлением о мошенничестве. Писал на обращение начальнику ГУВД Николая Трифонова. Ведь мои подписи на документах об уплате платежей за шасси поддельные. Оформление их шло лично через Ольгу Антонову. Однако это и другие моменты, указывающие на то, что пострадавшие в этой истории именно я были проигнорированы. Уголовное дело полиция возбуждать не желает. Более того, в какой-то момент материалы проверки по моему заявлению в полиции и вовсе потеряли. В начале прошлого года я был на приеме у начальника таможния Сергея Овченникова. Он сделал вид, что возмущен тем, как все получилось. Обещал, что разберется, но так ни в чем и не разобрался. Наверное, не очень и хотел, так как я слышал. Овченников дружен с семьей Антоновых. Был я дважды на приеме в этом году и у Алексея Антонова. Он обещал обратиться в Минтранс, обещал помочь, чтобы незаконно вмененный мне утилизационный сбор аннулировали. Но, разумеется, тоже никак не проверял на мою ситуацию. Хотя в разговоре со мной выставлял себя и свою жену едва ли не как жертву. Недобросовестность обожженного. Он ведь их тоже вроде как подставил. Сейчас я фактически оказался в ситуации банкротства. А полтора десятка семей моих сотрудников могут лишиться средства существования. А все это из-за недобросовестности одного человека, который, получается, прикрыла антоновская фирма, которая в итоге осталась в стороне. Поэтому очень надеюсь на вашу помощь, Игорь Викторович, и вашего Александра Ивановича.